В Владимирской области за последние сутки 50 человек заразились коронавирусом на 3 больше, чем накануне. Коронавирус не сдаётся. За всё время пандемии в Владимирской области уже 33 297 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, плюс 9 заболевших за сутки, накануне прибавка составляла плюс 8. Всего с начала пандемии в областном центре уже 7 617 заражённых. Летальных исходов 3 на 5 меньше, чем накануне. Общее количество скончавшихся от новой заразы теперь 1180. И число выздоровеющих впервые за полторы с лишним недели меньше числа заболевших. 49 против 50. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 30 986. Плохо освещенная зебра и пешеход без светоотражающих элементов на одежде. Адвокат студента Хаким Абакоева пытается оправдать своего клиента. Осенью прошлого года подсудимый сбил 30-летнюю Дарью Марян, которая переходила проезжую часть по зебре в центре города. Валитель Лады буквально снес женщину с перехода, а после, по словам свидетелей, даже не вышел из машины, чтобы оказать помощь и узнать, жива ли Дарья. В сегодняшних прениях защитник объяснил это тем, что Хаким был в шоковом состоянии. Поэтому и остался в салоне авто. Первые несколько минут не осознавал, что произошло. Когда вышел, увидел большое количество людей, находящихся рядом с ветерпешкой. Видел, что оказывают медицинскую помощь. По разговору понял, что среди находящихся рядом людей присутствует врач. В связи с этим он не стал вмешиваться в процесс оказания медицинской помощи. На протяжении всего этого времени мой подзащитный не может до конца смириться с мыслью о том, как смог допустить эту трагедию. Защищая водителя, адвокат упирал на изъяны дорожной инфраструктуры. По его словам, переход, где погибла Дарья Марян, недостаточно освещен. Перед выездом на зебру Хаким перестраивался на другую полосу и перевел взгляд с дороги в боковое зеркало, в результате чего отвлекся и не заметил на плохо освещенном переходе пострадавшую. Уже увидев ее в последний момент, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не сумел. При переходе дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со свето-возвращающими элементами. По словам адвоката, семья Хакима сразу приняла меры по возмещению морального вреда. Потерпевшими признали двоих. Это муж Василий Марян, который остался с трехлетней дочерью, и дедушка старшей девочки. Она родилась у погибшей в первом браке. Пострадавшим выплатили в общей сумме 450 тысяч рублей. Адвокат настаивает на условном наказании. Оно позволит его клиенту и дальше помогать девочкам, оставшимся без матери. Однако вдовец Василий Марян не подтверждает получение денег и считает данные о переводах, которые водитель предоставил суду несправедливыми. От участия в прении Хаким отказался. Но последнее слово все же за ним. Оно назначено на 31 мая. В этот же день вынесут приговор. Если срок не будет реальным, муж погибшей обжалует решение суда. Валерия Пронина, Егор Дикевич, 6 канал. Во Владимире полицейские догнали пьяного таксиста. На Большой Московской 27А внимание инспекторов привлек автомобиль Volkswagen. Сотрудники госавтоинспекции попытались водителя остановить, но он не подчинился их требованию. В соцсетях очевидцы написали, что уходя от преследования, Лихач чуть не сбил группу детей у спортшколы. Таксиста удалось задержать недалеко от Лыбинской магистрали. За рулем автомашины оказался гражданин 1975 года рождения. У него были выявлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельства он отказался. В данном случае было составлено три административных материала за неисполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также у водителя отсутствуют требуемые с правилами дорожного движения документы. Добрый день. Горячая линия партии «Единая Россия» по контролю за качеством ремонта дорог во Владимирской области. Меня зовут Александра Алексеева. Слушаю вас. В партии «Единая Россия» телефон горячей линии по контролю за качеством ремонта дорог Владимирской области буквально разрывается от звонков. Теперь сами жители могут стать народными контролерами и следить за изменениями дорожной инфраструктуры. Горячая линия для того, чтобы сообщать о всех недочетах. Она начала работать с 11 мая на базе региональной общественной приемной «Единой России». За это время на телефон поступило уже более 200 звонков. Основная масса вопросов, конечно, касалась объектов дорог, которые не вошли на настоящий период в план капитального ремонта дорог, но жители просят их включить в последующий период. Также были звонки по уже начавшимся работам, которые начали выполнять и, по мнению жителей, с нарушением качества. Например, где-то уровень подсыпки не выполнен полностью, где-то выполнена работа не до конца. Напомним, в этом году депутатам фракции «Единая Россия» в облпарламенте удалось добиться перераспределения бюджетных средств, преодолев сопротивление губернатора КПРФ и ЛДПР. В результате этой инициативы на ремонт муниципальных дорог Владимирской области была выделена рекордная сумма – 1,6 миллиарда рублей. Самое важное для нашей партии – добиться того, чтобы деньги действительно были израсходны целевым образом, с надлежащим качеством, по тем дорогам, которые будут дополнительно ремонтироваться благодаря решению «Единой России», чтобы там действительно все было качественно и в случае нарушений каких-то, чтобы немедленная была реакция, мы эту схему отработали. И мы не допустим того, чтобы дороги с нарушениями ремонтировались в рамках выделенных денег. За ходом ремонтных работ также проследят эксперты партийного проекта «Безопасные дороги» во Владимирской области. Все недочеты будут не только фиксироваться, но и передаваться в соответствующие надзорные органы. Очень важно, чтобы каждый рубль, который был доведен до муниципалитетов на ремонт дорожного полотна, был эффективно израсходован. Для этого партии подключаются и как общественные контролеры будут смотреть за качеством выполненных работ и призывают жителей обращаться на горячую линию, сообщать о тех дорогах, где требуют ремонт, о тех дорогах, где идет ремонт, но качество работ, как считают жители, не соответствует должным уровню. Мы будем подключаться к данным вопросам и вместе с жителями выезжать на эти объекты, смотреть их и принимать соответствующие меры. О фактах некачественного ремонта дорог можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 253 33 в рабочее время. Вразумляют должников. Сотрудники Владимирского филиала «Энергосбыт плюс» провели рейд в микрорайоне «Коммунар». Пройтись собираются по 9 адресам. Общая сумма задолженности у жильцов-неплательщиков – 725 тысяч рублей. Хозяевам квартир напоминают, что нужно заплатить и проверяют, нет ли самовольных подключений. Она скрыта. Вот надпись. Специальная пломба на щитке сорвана, а значит, электричеством в этой квартире пользуются, несмотря на запрет. Электричество есть в доме? Лампочку нажмите. Включите свет. Есть? Есть. Вот, великолепно. То есть вы подключились после отключения? Кто скрывал? Я не знаю, я к нему не ухожу. Кто-то от самовольного подключения открещивается, а кто-то признается и объясняет. Без света в квартире жить непросто. В любом случае электричество снова отключают и составляют акт. Его передадут полиции. Самоподключенцам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Всего с начала года правоохранителям направили 118 заявлений. Специалисты поясняют, квартиры обесточивают в крайнем случае, когда накопилась внушительная сумма долга. Самовольное подключение ситуацию только усугубляет. Мы приглашаем для урегулирования данного вопроса в наш офис обслуживания клиентов. Для решения вопроса в части заключения соглашения о реструктуризации долга. Мы всегда призываем своих клиентов своевременно и полностью оплачивать счета, чтобы не допускать данной ситуации. Зашли участники рейда и в квартиру к многодетной матери Анне Сапожковой. Женщина считает, что энергосбытовая компания лишает ее электричества незаконно. Несмотря на долг, перед энергосбыт плюс почти 285 тысяч рублей. При этом электричеством должница пользуется. Как я вот должна с ребенком, с маленьким, с грудным сидеть без света? Тоже мне объяснить? У сотрудников энергосбытовой компании встречный вопрос. А кто погасит долги? Данные граждане самовольно подключились путем собирания схемы к общедомовым сетям. Провели удлинители. У них есть выключатель на этих проводах, которые они могут выключать и показывать, что у них как будто света нет. Но сегодня мы убедились, что работает холодильник, работает лампочка в ванной комнате. По факту самовольного подключения сотрудники энергосбытовой компании составили акт. Возмущаются и соседи. Они подключаются самоволь ночью. К слову, с 1 января 2021 года закончилось действие моратория, которое вводили в разгар пандемии. Поэтому в отношении должников возобновили ограничение подачи электрической энергии и снова начисляют в пене за просрочку платежей. С начала 2021 года уже 2349 клиентов были отключены от поставки энергоресурса. В Лакинске два дня подряд бродит одинокая лошадь. Очевидцы выложили видео в соцсетях. Животное потерялось, пишут горожане. Судя по картинке, кобыла изрядно устала от путешествия. Специалисты отдела природы Владимира Суздальского музея-заповедника отметили, что потеряшка в возрасте. Животное вроде здоровое, но пожилое мне показалось. Это сам в линьке она. Долго может гулять, но по газонам есть трава на еду. Уж те все. Конечно, трава не очень ее хорошая. Ей надо вес все равно давать. Поедь ей надо. Деньги попьет из лужи, поест траву. И зато летом проживет нормально. Но это животное может представлять опасность для горожан, особенно для детей. Лошадь нужно срочно вернуть хозяину. Лошадь кусается и больно. Лошадь лягается. Если ребенок начнет гладить или подойдет сзади, она может нанести удар копытом. Бывают случаи гибели от этого удара лошадиного. Она по дорогам ходит, может, что-то поедет, она аварийно все отсаждает. Неравнодушные жители Лакинска сообщили в соцсетях, что за судьбу кобылы переживать не нужно. Она сама нашла дорогу домой. Она сейчас на пенсии, так сказать, кушает исправно и не напрягается. Днем на свободном выгуле. Ушла первый раз и пока ее искали, вернулась сама. С ней все хорошо и хозяин ее любит. Не переживайте. Владимирский борец стал лучшим на молодежном первенстве Европы по спортивной борьбе. Борец-классик Артур Сарксян завоевал золото в весовой категории до 97 килограммов. Для спортсмена это первая победа на турнире такого уровня. Соревнования проходили в Северной Македонии. Среди спортсменов до 23 лет разыграли 30 комплектов наград. В общекомандном зачете сборная России стала первой. Наши спортсмены завоевали 26 медалей. Из них 13 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых.